И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен довольно-таки новой интересной теме, которая пришла мне в голову на одном из стримов. И данный видеоролик, по идее, должен был выходить уже пару дней назад, но в связи с тем, что были определенные моменты, и я не мог записать, а потом там... Ну, короче, так случилось. Видос выходит только вот сегодня. Это у нас, получается, 12 число, 12 ноября, выходит видеоролик с челленджем. И я сегодня расскажу вам, в чем суть вообще идеи, и что мне вообще пришло в голову. Возможно, эта идея в дальнейшем будет как-то развиваться, если вам она понравится, если будет какой-то определенный фидбэк, и вы ее поддержите. Если же не поддержите, если вам не зайдет, не понравится, я забуду, как страшный сон, и все, в принципе, забудем про то, что я там что-то когда-то придумал, подумав, что это какая-то очень крутая идея, на самом деле это полная шляпа усатая. Короче, если вкратце, друзья. На стриме пару-тройку дней назад, играя в TDM, увидя, насколько жестко выполнить челлендж с дополнительным двойным хп в TDM, так и сделать, короче, именно досрочку в бою сложно. Я для себя посидел и подумал, а может быть, устроить челлендж, дать возможность каждому проявить себя, и сделать то, что я считаю сделать очень сложно. Ну и, по крайней мере, мне такой эксперт, как Аветис Мергелян, сказал, что это, ну, практически невозможно. Хотя, спустя какой-то промежуток времени, один человек мне показал, что это реально сделать, но в этот счет, можно так сказать, мы этого игрока не берем, и считаем, что полноценно челлендж до сих пор никто не выполнил. Ваша задача, друзья, пикать в режим TDM и сделать досрочку. То есть, вам нужно завершить бой, набить 70 киллов командный, быстрее времени. Понятное дело, что это работает только в той стадии, что сейчас еще эксперимент. Если у нас там эксперимент заканчивается, и никто не успевает этого сделать, то понятное дело, что челлендж как бы на этом и заканчивается. Но я надеюсь, что если уж один человек сумел это сделать, то я думаю, что и другие тоже смогут сделать, при том раскладе то, что можно там позапикиваться в какие-то катки, можно там в пати попробовать это сделать. Ну и, в общем и целом, суть челленджа, наверное-таки, уже ясна, но я повторю. Ваша задача сделать досрочный бой в режиме TDM. Что касаемо призов, то тут схема такая. Так как у нас остается, у нас уже может быть даже неделя, может быть меньше, остается до конца этого эксперимента, то, как только человек выполняет этот челлендж, он получает приз в размере, если, например, это сегодня, то это 50 золотых ящиков, то есть 50 тысяч кристаллов. И если это завтра, то это 60 тысяч кристаллов, если это послезавтра, то это 70, и, короче, каждый день на 10 тысяч кристаллов больше у вас приз. Ну, в связи с тем, что, например, там сложно выполнить, у вас не получается там или еще что-то в этом духе, и чем, как бы, дольше выполняется, тем больше приз. То есть, как бы, ну, я для себя понимаю, что это значит сложно, и то, что у вас там не получается это сделать. Поэтому с каждым днем приз увеличивается, да и чтобы у вас какая-то была дополнительная мотивация сделать эту самую досрочку. Но, что касаемо пруфов, доказательств, скрины не работают никакие, да, то есть там скрин прислать и сказать, что я сделал досрочку, так не прокатит. Ваша задача записать полный бой с фулл-экраном, то есть на котором будет видно сегодняшний день, будет видно там все абсолютно, да, как вы играете. То есть весь ваш полноценный бой должен был быть записан в виде видоса, и вы его просто загружаете на ютубчик. Не знаю, там, хотите в закрытый доступ, хотите в открытый доступ, и скидываете ссылочку на этот видеоролик полноценно в наш дискорд сервер, в чат, да, то есть вы пишете, что вы там выполнили, хоп, ссылочку скинули, и все, как бы, у вас пруф есть, и чем быстрее, как вы сделали, ну, то есть, получает приз только игрок, который сделает эту самую досрочку в TDM первой. Если вы будете вторым, будете там третьим, вы уже никакой приз не получится. Полноценно первый игрок, выполнивший челлендж в TDM досрочка, быстрее, чем за 5 минут, получает приз в размере от 50 голдов сегодня, завтра это уже на 10 больше, послезавтра еще на 10 больше, ну, я так понимаю, схему понял. Ну, я, конечно, объяснять супер-мега-бомбически не умею, особенно, когда не так это, ну, наверное, просто сделать, да, и подобрать правильные слова, но я думаю, что вы саму суть поняли, да. Как мне пришла в голову эта идея? Да я сам как-то не знаю, как-то посидели, покатали TDM-ки, я что-то захотел поделать киллы, посмотрел, что это сделать как-то очень сложно, да, то есть киллы реально в матчмейке сейчас идут очень-очень слабо, и в TDM-ке, чтобы сделать досрочку, там надо, ну, нереально жестко прям запотеть. У меня просто появилась вот такая вот идея для вас, как мотивация, да, как бы, чтобы был приз уже, и чтобы вы проявили, как бы, себя, показали свои силы. Возможно, кто-то показал себя с лучшей стороны, да, и показал свой максимальный скилл, который до этого никто, например, не видел, вы покажете, как вы умеете играть, и в дальнейшем, если вам идея это зайдет, то я по мере возможности буду придумывать новые какие-то определенные челленджи. Также у вас будет возможность проявить себя, будет возможность не только проявить, но и на этом как бы подзаработать, то есть либо это будет кристальная валюта, либо это будет контейнер, либо это еще что-то будет. Ну, в общем и целом, будет определенный приз, который будет вас мотивировать. Ну, и, понятное дело, что в этих челленджах будет выигрывать только тот, кто будет эти челленджи делать первый. Но это только в том случае, если вам это зайдет, если вы это поддержите, если, например, наберется какое-то определенное количество лайков, например, какая-нибудь, ну, я не знаю, сколько там реально, 150-200 там, то есть вы напишите в комментариях, что вам интересна эта идея, что вы хотите, чтобы я придумывал что-то подобное, да, делал какие-то такие челленджи, при том, что даже уже на том стриме придумали ребята пару еще таких интересных челленджей, которые тоже можно было бы выполнить. Поэтому идея интересная. Что касаемо TDM, то если вы скажете, что это сделать нереально, то я вам могу скинуть уже сразу пруф, что это возможно сделать в данный период времени, можно сделать досрочку, и это даже можно сделать в соло, без помощи какой-то группы, но у вас есть как бы возможность сделать это и группы, и как угодно, короче, вы можете там хоть втроем пикаться, выполнять, мне как бы без разницы, да, сколько человек будет выполнять, на сколько человек вы будете делить этот приз, можете делать в пати, можете делать без пати, можете делать как хотите, Но главная задача это сделать досрочку в режиме TDM И чем быстрее, тем лучше Будешь самой первым Заберешь приз, заберешь Может быть 50, может быть больше Если долго будешь выполнять И никто при этом раскладе тоже не сможет это сделать Но идея, как по мне, очень такая здравая, интересная И я не знаю, как я до этого, например, не додумался раньше Почему я раньше не придумал что-то подобное в виде челленджей Дабы, ну все-таки, если я уж больше смотрю на скилл И больше уделяю внимание именно игре Не просто там типа шалтай-болтай чисто по приколу А игре, в которой, ну как бы, хочется учиться чему-то новому Хочется играть лучше, да И как бы я уже себя больше позиционирую как игрока Который обращает на все эти моменты, на скилл Я не знаю, как я до этого не придумал что-то подобное в виде челленджей Которые реально направлены на именно скиллозависимую игру Именно на какую-то определенную жесткую сложность И за эту сложность получать какое-то вознаграждение Мне кажется, это прикольно, да И для многих я думаю, что это больше даже как челлендж Не ради приза, а ради того, чтобы просто показать всем Что именно я его сделал, да Ну может кому-то хочется и приз, конечно Но для меня лично, если бы я увидел что-то подобное Я бы хотел просто-напросто взять и выполнить подобного рода челлендж Дабы показать всем, что типа О, нифига себе, смотрите, я смог сделать этот челлендж А вы не смогли Я значит сильнее, чем вы, а вы значит слабее Поэтому как-то так, друзья Я не знаю, что можно было бы добавить еще Сегодня здесь Челлендж я в описании напишу Да, для всех тех, кто, возможно, меня не совсем понял Что нужно сделать Как его нужно выполнить Я надеюсь на то, что это вам понравится Ну и как я уже сказал в начале Если вдруг это там не зайдет, не понравится Не будет актуально, не будет интересно То, понятное дело, что никакого определенного продолжения в этом плане не будет Но для меня идея выглядит пока что Пока что Очень даже какой-то определенный интересный И возможно, когда этот эксперимент закончится Появятся какие-то новые определенные мысли С которыми можно будет сделать тоже что-то челленджовое Что-то скилловое И, наконец-таки, учить игроков играть лучше Да, а не просто, знаете, как чисто форфунчик Форуприкольчик какой-то, да А именно, чтобы игроки учились играть Учились играть А не там катать с приваренной башней Мульчить бои Мешать своим тиммейтам И заниматься какой-то ерундой Все-таки меня в матчмейкинге это очень сильно раздражает Когда я встречаю в своей команде Тиммейтов, которые делают какие-то определенные Ужасные глупости И при этом мешают тебе Я думаю, что и вас это раздражает И все-таки давайте, наверное, даже с такой стороны Будем учиться играть лучше Учиться проходить или пытаться проходить подобного рода челленджи И все вместе расти Как игроки У меня, друзья, на этом сегодня все Спасибо, что посмотрели Досмотрели данный видеоролик Если вам понравилась идея Если вы хотите, чтобы она реализовывалась То поддержите данный видеоролик лайком Не забывайте подписываться на канал Нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать С вами был мистер Ваньков Всем, друзья, спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok